Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! На этой неделе губернатором Виктором Томенко было принято решение о выплате в 100 тысяч рублей, мобилизованным из Алтайского края, и выплаты уже начали получать. К слову, эта мера поддержки предоставляется жителям края, призванным на военную службу по мобилизации, а также заключившим контракт о ее прохождении после 21 сентября 2022 года. Для получения выплат не требуется никаких заявлений. Деньги будут выплачиваться в течение 10 дней после получения списков от военного комиссариата края. По словам губернатора, убрали все излишние проволочки. Сбор пакетов документов, написание заявлений при возникновении сложности через родственников будут уточняться необходимые сведения для назначения материальной помощи, рассказала министр социальной защиты региона. Кстати, Наталья Оськина на этой неделе отправилась на учебные сборы мобилизованных в Омск. Наши специалисты должны там провести разъяснительную работу с мобилизованными, как получить меры социальной поддержки, в том числе единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Мы начали проводить с ними встречи, работаем как индивидуально, так и целыми ротами. Посетили их место жительства, обязательно посетим там, где они питаются. Слышим взрывы орудий, потому что у них активно идут тактические тренировки. В целом настроение боевое. Основная цель делегации, добавила министр соцзащиты, доставка гуманитарной помощи. Специалисты также проверяют организацию питания и обмундирование военнослужащих. Здравствуйте, жители Алтайского края. Кто жалуется, что у нас ничего нет, это все неправда. У нас есть все, и форма, и еда, и обеспечение, полноценная гуманитарная помощь. Хорошо работают с Алтайского края, особенно с города Барнула. Особенно спасибо, благодарны с поселку авиатора. Поселку авиатора, он сильно нам помогает. Ну и в среду в ходе частичной мобилизации из Бийска отправилась группа офицеров. У многих из них на сборы были всего лишь сутки. Подробности в сюжете. Лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники и полковники. Офицеры бийчане отправились сегодня на сборный учебный пункт. Кто-то получил повестку в понедельник, а кто-то вчера. На сегодняшний день призвано по мобилизации 15 офицеров. На данный момент они отправлены все одной команды. Также вместе с офицерами Бийска в Омск отправились офицеры из Зонального, Смоленского, Советского, Петропавловского и Красногорского районов края. Всего 22 человека. Многие из этих мужчин – бывшие военнослужащие, вышедшие на пенсию. Самому взрослому из них 55 лет. Мы же офицеры. Родина позвала, мы идем. Мы ни в Казахстан, ни в Грузию не убегаем, а мы идем выполнять свой долг. Все нормально будет. В военкомате с мобилизованными офицерами сразу провели работу социальные службы и банковские сотрудники. Мужчинам будет выплачено единовременное пособие 100 тысяч рублей. Также при отправке присутствовал прокурор города. Представители Бийского лицея вручили мобилизованным подарки, сделанные руками детей. Сегодняшние мужчины очень сдержаны и молчаливы. В отличие от ребят помоложе, которые попали в так называемую первую волну. Трудные родственникам офицеров. Ведь мужчины большую часть своей жизни отдали службе в вооруженных силах. И уйдя на пенсию, мечтали пожить для себя, для семьи. Но долг есть долг. Дарья Федоркина, Илья Питков. День с толком. И еще раз о выплатах в 100 тысяч. Такая сумма – единая выплата для мобилизованных всех субъектов Сибирского федерального округа. Сколько именно человек было призвано из Алтайского края, не публикуется. Это закрытая информация. Однако можно предположить, что общая сумма выплат для призванных в первую волну весьма значительна. Будут ли такие деньги в бюджете? Краевые эксперты уверены – найдут. Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике АКЗС Антон Васильев считает, что в рамках текущего бюджета были предусмотрены такие расходы. Мы, в конце концов, имели определенные остатки на счетах еще за 2021 год. У нас работал счет казначейства, теперь новая норма, которая позволяет счет, который открыт, на котором находятся наши бюджетные доходы, деньги поступающие, на них начисляется процентная ставка, но тоже приносит доход. То есть были определенные, условно, запасы, которые при необходимости как резервы могли быть использованы. Опять же, у каждого губернатора, вы знаете, есть резервный фонд, который при необходимости, понятно, что и при назначении ЧАЭС, но есть и другие необходимые решения, которые могут приниматься. Край наш проходил этот этап уже два раза, когда мы имели профицит по итогам года. В общем-то, за счет поступления от собственных налогов, прежде всего, и от федеральных транспортов, есть надежда, что у нас будет какой-то остаток на начало года. Еще же ведь работает теперь новая норма, введение теперь единого налогового платежа. Теперь налогоплательщики, особенно предприниматели, будут носить платеж к 25-му числу каждого месяца. Первый платеж пойдет 25 января. А уже обеспечивать потребности по расходам надо в начале января. То есть мы должны понимать, что какой-то ресурс в бюджете краевом должен быть и на текущую деятельность. Поэтому ресурсы, я надеюсь, будут. Просто очень сложно формируется сейчас федеральный бюджет. Он уже идет с коэффициентом 0,9. Видите, какие там сейчас по дефициту расходы. 3 триллиона рублей. Разница. Да, это колоссальная. Возможно, это повлияет на трансферты в краевой бюджет. Мы пока не видим всех поступлений. Вот есть здесь определенные сложности. Второе, все равно внешнеэкономическая и политическая ситуация, она свое дает. Мы даже уже наблюдаем некоторые, все-таки не такие быстрые темпы роста экономики, как раньше по краю. Они лучше, эти позиции, чем в прошлом году. Но уже есть определенные, мы видим сейчас, сложности связаны с чем? У банков, скорее всего, прибыль будет, если она будет, да, минимальная. А мы в том числе получаем доходы как раз при распределении по налоговой бюджетной системе, в том числе в Алтайский край от налога на прибыль от наших организаций банковских. Уже сейчас они заявляют, что есть проблема с получением, в принципе, прибыли. Если ее нет, налог, соответственно, будет не поступать. Но мы хотя бы немного в этом году надеемся, что мы сможем и в следующем возмещать за счет роста по НДФЛ и, соответственно, по другим налогам, особенно акцизам. На текущий момент ни от каких проектов регион не отказывается. Он во многие же проекты со финансированием заходит, ему нельзя от этого уходить. Например, капитальный ремонт школ, президентская программа. Здесь совершенно это просто недопустимо, невозможно. Может быть, более будут умеренные взгляды по КАИПу, по капитальным инвестициям. Речь идет о тех стройках, которые мы ведем. Но, а, край будет финансировать те, которые незавершимы в этом году, длящиеся проекты. И где у нас есть софинансирование с федерацией. На новые будет, наверное, более внимательно смотреть прогноз цен. Спрос на антидепрессанты и успокоительные препараты вырос в разы в России. Чаще их стали покупать и жители Алтайского края. По крайней мере, такое впечатление складывается у фармацевтов. В нашем регионе за последние три месяца выросло на 15% и число пациентов с невротическими расстройствами. Если раньше депрессивное настроение чаще было явлением сезонным, сегодня на него влияют в том числе события, происходящие в мире. Врачи, помимо профессиональной помощи, предлагают людям искать себя в новых занятиях, чтобы победить хандру. И, кстати, это далеко не всегда история за деньги. Анна Рашагирова изучала действенные бесплатные способы. Постоянные стрессы на работе, осенняя хандра, вдобавок, непростая ситуация в стране и мире. Все это не может не сказаться на психике человека. Число пациентов с невротическими расстройствами, говорят профильные врачи, только растет. Причем первые симптомы – тревогу, беспокойные сны, замкнутость, обессиленность – люди не берут во внимание. А ведь уже стоит обратиться к специалисту. Конечно, это диспансер. Вы идете на прием к врачу-психиатру, работает диспансер точно так же, как любая поликлиника, участковый метод такой же. То есть позвонили, узнали своего участкового врача-психиатра, записались и пришли к нему. Все, вас доктор осмотрит. И уже по результатам осмотра будет дальше действие, тактика будет разработана. Сегодня такую помощь жителям не только Барнаула, но и края могут оказать в клинической психиатрической больнице. К слову, сейчас отмечают сами специалисты. Люди перестали стыдиться обращаться к врачам такого профиля. Стереотипы стираются. Многие расстройства можно разрешить при помощи консультации, медикаментов. Особенно критические состояния лечатся стационарно. Психическому здоровью сообщество врачей хочет уделить большее внимание. Так, например, эту составляющую мог бы учитывать терапевт при осмотре пациента. Сейчас этот вопрос обсуждают в Краевом Минздраве. Решено, что будет подключился медуниверситет. Обучающий курс будет проведен. Наши доктора поедут во все районы Алтайского края с обучающим курсом. Как для психиатров в том числе, так и для всех медицинских работников. Всех наших ЦРБ и прочих-прочих заведений. То есть это все, работа полномерно ведется. Вообще, с плохим настроением и хандрой, если это, конечно, не критическое состояние, когда даже встать с кровати нет сил, можно побороться самостоятельно. Берите пример с Минхаузена. Голова от себя под рукой, господа. Я схватил себя рукой за волос и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная. А голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болота. Есть такое хорошее упражнение, называется разговор со свечой. То есть, когда вы зажигаете свечу и просто проговариваете свою проблему на пламя. Что еще? Ну, конечно же, удовлетворяйте свои потребности. Нельзя сидеть на диетах. Нужно получать полностью витамины и минералы. Нужно обязательно высыпаться, причем ложиться лучше до 11, потому что с 11 до 3 у нас вырабатывается такой гормон, как мелатонин, который латает нашу нервную систему. Ну и, конечно же, отдыхать. То есть, если хочется отдохнуть, не надо заставлять себя урабатываться, а нужно именно отдыхать. Причем лучший отдых, замечает специалист, это смена деятельности. Почему бы не вспомнить о своем хобби или не обзавестись новым? Тем более, что это не всегда платно. К примеру, игра Го, которая появилась еще в Древнем Китае, некоторое время была малоизвестна. Теперь набирает популярность. Сама игра признана видом спорта. В крае даже появилась целая федерация Го. Мы позиционируем ее как инструмент саморазвития. То есть, каждый человек в первую очередь должен понять, что такое причинно-следственная связь. У нас у многих взрослых даже бывает с этим проблема. Тем более, для детей это обязательно. Обязательно развивает память, логику. Ну и дает некоторые определенные навыки, которые очень полезны в жизни. Ну, например, такие, как просчет действий своих, их последствий, потом ответ от тех, с кем вы общаетесь, ну и так далее. Обучиться игре может любой желающий, независимо от возраста. Занятия проводят по выходным на базе 122-го лицея. Записаться можно в сообществе ВКонтакте, которое так и называется – Федерация Го Алтайского края. А вот тем, кто считает себя непоседой, можно податься в актеры. Театральная мастерская «Хомо Артистикус» на базе классического университета регулярно проводит наборы, дает возможность любому совершенствовать голос, дикцию и тело. Кстати, занимаются здесь не только студенты. Я хочу преодолеть свои комплексы, которые я до сих пор не преодолела. Да, я хочу быть более раскрепощенной, я хочу как бы на публике даже, может быть, как-то выступать увереннее. Хочу научиться петь, танцевать, участвовать в спектаклях. Я много чего хочу. Мы регулярно ставим какие-то спектакли, постановки, тюды, участвуем в конкурсах, в фестивалях. И показываем это не только на нашей сцене, но и выезжаем на гастроли в различные города благодаря проектам. И ездим на фестивали не только по Алтайскому краю, но были также в Москве и в Петербурге. И мы постараемся делиться нашим самобытным, любимым творчеством со многими зрителями. А это уже танцотерапия. По крайней мере, так эти занятия называют сами организаторы. Движение под музыку в масках и без каких-либо запретов. Здесь можно ходить по залу и даже кричать, не скрывая эмоций. Музыка и тот факт, что тебя никто не видит, расслабляет тело и очищает мысли. Такие занятия проводят на Пролетарской 139. Мы работаем в масках, чтобы каждый человек заходил именно в себя, в свое внутреннее состояние и проживал вот там. И мы здесь не ради красоты, а именно ради прожить свои эмоции, выпустить свои телесные зажимы, отпустить их. Зажимы в теле, говорят в практике, формируются как раз-таки под влиянием эмоций. Неуверенность, комплексы и страхи становятся тенями человека и преследуют его в осанке, походке и даже жестах. Испытывая эту эмоцию, эту тень в танце, мы ее находим в теле и начинаем прорабатывать. Концентрируемся на ней, усиливаем и в свободном движении она у нас высвобождается из тела. И это только несколько вариантов, как можно разнообразить свой отдых. Конечно, никто не отменял вязание, рисование и еще сотни разновидностей домашних занятий. А лучше дышать свежим воздухом, советуют врачи. Прогулки и бег приведут тело в тонус. Алексей Янкин таким спортивным отдыхом увлекается уже три года. За это время даже успел поучаствовать в семи полумарафонах. Бег – это время для вдохновения, для какого-то такого обновления. И потом ты врываешься в трудовое будни с новыми силами и с какими-то новыми идеями. То есть это очень классная штука, я просто всем рекомендую. Самое главное – отдыхай, не лежать на диване и не увязать в своих же мыслях. Однако и заставлять себя двигаться, особенно если на это нет сил, тоже не стоит. Иногда в психике человека просто не обойтись без помощи специалиста. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители Барнаула с волнением ждут наступления холодов. Ведь вместе со снегом в город обычно приходит транспортный коллапс, который и сейчас в утренние и вечерние часы впечатляет. Мы отправились на одну из популярных автобусных остановок Барнаула, причем не в самый час пика, и поговорили с людьми. Пересечение северо-западной и Ленина – это место, логистическая точка, где соединяются или пересекается большое количество маршрутов. И после мая этого года движение здесь стало еще более плотным. Здесь, можно сказать, начинается пробка по направлению в центр. Но даже если дороги более-менее разгружены, пробка в самом общественном транспорте. Подошла, оценила ситуацию, отступила. Чем ближе к проспекту Ленина или Калинина, тем меньше шансов уехать с комфортом или вообще уехать с первой попытки. Первая волна час пик примерно с 8.20 до 8.45. Вторая начинается после 9.00. На остановках гораздо меньше людей, но ситуацию это облегчает ненамного. Видимо, студенты, в принципе, доехать по выделенке не настолько и сложно. А попасть в автобус? Ну, попасть, смотря в какие, которые, наверное, более популярны, в тех трудно. Вот я сейчас не попаду, извините. Нет, пытаюсь. Еще один вариант – прийти на остановку пораньше в надежде быстрее уехать. Есть и такие пассажиры. Какими маршрутами пользуетесь? Я сейчас пользуюсь, в 60-м пользуюсь. Насколько легко в них попасть? Да, я почти всегда опаздываю, почти в основном. И сюда 2-3 пропускаю точно. Такие щитопуны появляются. Дорого встаю в дух. А с утра сейчас легко уехать вообще в центр? Ну, вообще нет. Нет, в принципе, можно. Пропускать по несколько автобусов уже скорее норма. А с неожиданным приходом холодов, которые прогнозируют уже через несколько недель, ситуация может обостриться еще больше. Но власти объясняют – скоро автобусов станет больше. Это последняя неделя работы садоводческих направлений. Перевозчики, которые, так скажем, выполняют по маршрутам посадоводческим, у них эти автобусы и, соответственно, водители освобождаются и будут добавляться уже на те маршруты, где у нас сейчас идет большая наполняемость. Ну, например, вот есть у нас жалобы на тот же 60-й, что там газельки как бы и плохо вывозят. У нас как раз перевозчик сейчас большие автобусы будет снимать и добавлять в утренний, вечерний час пик на данный маршрут. Очередной экзамен организаторов городского движения ждет с первым снегом. Но по предварительным прогнозам синоптиков случится это не раньше 10-х чисел ноября. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Почти 6 миллионов рублей затратят городские власти на оборудование светофорами проблемного участка на пересечении улиц Антона Петрова-Попова. Напомним, на перекрестке к концу года планируют установить сразу 45 светофоров. Это позволит разделить транспортные потоки и уменьшить количество ДТП на участке. Анар Шагирова с подробностями. Пересечение улиц Антона Петрова-Попова по официальным данным прошлого года стал самым аварийным участком. 7 крупных ДТП в том числе и со смертельным исходом. Водители не всегда движутся по правилам и уступают друг другу. Под колеса попадают и люди. На этом перекрестке пешеходников сразу 4. Причем не самых простых. Переходишь одну зебру, трамвайные пути и снова зебра. Остается догадываться, пропустит тебя автомобилист или поедет дальше. Поэтому и переходишь на свой страх и риск. Ну, аварий было много. Сбивали. Сына у меня сбили здесь. Да, и водитель не остановился. Ну, такой для детей, я считаю, опасный. Несколько детей здесь сбивали. Очень многим непонятно, что это не кольцо. То есть, по правилам кольца ездят. То есть, постоянно происходят какие-то действительно аварии. И знаки не помогают? Нет, знаки не помогают. Ну, большинство водителей, видимо, не смотрят на них. Чтобы сделать перекресток проще и безопаснее, власти города выделили почти 6 миллионов рублей дополнительных средств на установку 45 светофоров. На вопрос, немного ли для одного участка, подчеркивают, это не значит, что его загромоздят устройствами. У нас же есть требование ГОСТ по установке светофоров. Соответственно, светофоры пешеходные должны дублироваться на трамвайных путях. Также у нас транспортные светофоры дублируются на разделительной полосе и так далее. Это в целом все светофоры. И транспортные, и трамвайные, и пешеходные. То есть, это не значит, что у нас там будет именно 45 стоек каких-то, да, там и так далее. Где-то это на опору ставится, где-то светофоры двухсторонние, потому что, ну, пешеходные, с различных направлений. К тому же, светофоры будут с умной начинкой и уникальными для нашего города, заверяют в профильном комитете. Устройство без прямого вмешательства человека регулирует сложнейшие транспортные потоки. Это позволит избежать и заторы на участке. Сейчас власти определили подрядчика. И к концу этого года ожидается, что светофорный комплекс уже начнет работать. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Завтра в России отмечают День отца. Праздник этот довольно молодой, и отмечают его, как правило, в семейном кругу. В Барнауле многодетных отцов с их, можно сказать, профессиональным праздником уже поздравили. Среди недели. А наша съемочная группа пообщалась с одним из тех, кого чествовали как отца многодетного семейства Александром Куценко. Сюжет об отцовской мудрости и любви далее. День отцовской мудрости и любви. Он называет кота Мурзика. Я считаю, что много детей в семье – это большое счастье. Потому что если бы я была одна в семье, то мне было бы, скорее всего, скучно. Александр работает в Барнаульском водоканале. Но этим многодетный отец не ограничивается. Есть вторая и третья работа. И даже есть выходные, чтобы брать еще подработки. И даже в те моменты, когда у папы есть свободное время, собраться большой с семьей вместе не так-то просто. Даже в одной машине, чтобы, например, поехать на природу. Но ко всем проблемам Александр относится с юмором. Если серьезно относиться ко всем сложностям, можно просто с ума сойти. Я не представляю, как она здесь вообще одна. Я вот уезжаю, представляете, сутки там. Быт-то весь, получается, он именно на женщине. Я только успеваю приехать, заметить то, что они успели, скажем, привести в негодность, попытаться это или починить, или починить. Но многодетной маме по дому уже начинают помогать и даже самые маленькие. У Вероники есть отдельная щетка, то есть насадка без пылесоса. Она очень активно берет и делает то, что мы делаем. Поднимает ковры и все пылесосит. Официально День отца в России начали отмечать только в прошлом году. Но кому, как ни Александру, знать, что папа – это каждый день праздник и каждый день работа. Не хватает времени. Не хватает даже ни денег, не хватает времени. То есть мы либо продаем свое собственное время за деньги, тем самым лишаем детей своего внимания, либо не зарабатываем, просто сидим с ними. Тогда у них внимания хватает, не хватает денег. И вот эта вот зависимость, эта карусель постоянная, она накладывает свой отпечаток. И так бывает. Всем охота прижаться и просто подержать к себе. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. На этой неделе стало известно, что алтайский педагог, по виду которой погибли трое детей, и еще один получил тяжелые травмы, собирается обжаловать приговор. Об этом порталу ТОК сообщили в Тальменском районном суде. Напомним, 29 ноября прошлого года Анна Диринг повезла учеников домой в соседний поселок на личном авто. Вопреки правилам. На железнодорожном переезде, несмотря на красный сигнал светофора, она продолжила движение, не убедившись в безопасности. Через несколько секунд машину сбил снегоуборочный поезд и протащил 300 метров. Из четырех детей трое погибли. 19 сентября женщину приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Родители жертв ДТП были недовольны, что педагогу дали такой маленький срок. Но подчеркнули, что не будут обжаловать приговор, чтобы не сократить срок еще значительнее. Адвокат Анны Диринг после заседания говорил, что подзащитная тоже не будет оспаривать судебное решение. Но не прошло и месяца, как учительница подала апелляцию. Адвокат потерпевших Лариса Слабунова сообщила порталу ТОЛК, что они планируют просить оставить приговор в силе. А также пояснила, что суд не будет оценивать исследования доказательств, а лишь заслушает мнение осужденной потерпевших. Заседание назначено на 25 ноября. В России решили основательно бороться с буллингом в школе. И на законодательном уровне предлагают вести понятие «травля». В стране обсуждают инициативу депутатов защитить детей от насилия в стенах образовательного учреждения. Законотворцы уже заняты формированием государственной программы профилактики травли и единого ее стандарта. В частности, школы собираются обязать проводить некую профилактику буллинга. Если учебное заведение не создаст таких нормативных актов, то его могут оштрафовать минимум на 50, максимум на 100 тысяч рублей. А если профилактику проводить не будут, то штраф будет больше, до 150 тысяч рублей. Эксперты, оценивающие идеи депутатов, не в восторге от мер борьбы. Мы поговорили с барнаульским педагогом, председателем Краевого совета родительской общественности Анной Паутовой, о ее видении проблемы и ее решении. Когда мы видим, что идет конфликт между двумя детьми, это конфликт. Когда начинается групповой процесс, то есть в какую-то конфликтную историю или в какую-то межличностную сложность, начинают быть вовлечены два и более, то это уже не конфликт, а это ситуация начинающегося буллинга. Поддержать надо детей и в той, и в другой ситуации, когда они и по ту, и по другую сторону процесса находятся. Потому что иногда дети вовлекаются в это не потому, что они злые, агрессивные, хотят чего-то причинить, а потому что это такой, к сожалению, естественный процесс взросления, стаи, становления человеческих взаимоотношений. Это исторический процесс, это не сейчас случилось, это было всегда. И вот в школьных коллективах это очень ярко выражается. Поэтому поддерживать нужно всех, объяснять нужно всем. Доверительные отношения с детьми нужно выстраивать со всеми участниками этого процесса. Буллинг – это очень такой многообразный процесс. Это не только когда каких-то детей травят другие дети. Ведь бывает и буллинг между взрослым и ребенком, бывает, когда дети, извините, доводят учителя, бывает наоборот. И поэтому тут тоже, то есть это очень такой процесс, ну как бы неоднозначный. Все вопросы групповой динамики, а буллинг – это вид групповой динамики, да, в подростковой среде и в детской среде, они всегда решаются созданием атмосферы. Ну то есть это то, что однозначно поможет. Если не совсем решить навсегда этот вопрос, то, по крайней мере, его уменьшить, такую напряженность этой темы, да, как-то найти эффективные методы решения вопросов, научить взрослых видеть начало, да, процесса. И как бы чем раньше, да, мы вмешиваемся, тем меньше последствий вот у таких взаимодействий между детьми. Поэтому, конечно, создание атмосферы, доверительной атмосферы. Что значит особая психологическая атмосфера? Это доверительная атмосфера, и когда взрослым есть дело до детей, понимаете, в школе. Вот, собственно говоря, и рецепт. То есть это системная история, это история из семьи, это история из школы, это история личности ребёнка. И всегда, ну вот, все три составляющие этого процесса исключать нельзя. Всегда есть родители, которые всё равно задают особую атмосферу. Мы тут в школе можем всё, что угодно делать, да, и если дома папа говорит «бей», очень трудно этому что-то противопоставить, понимаете. Поэтому здесь только какое-то вот общее понимание мира взрослых, да, и включение, и принятие детских вот этих сложностей, детских каких-то особенностей общения, да, и умение, самое важное, если мы про школу, да, сейчас, потому что вот этот закон, о котором вы спрашиваете, он всё-таки, ну, будет школу обязывать, да, некоторые там вещи делать, создавать, применять, в том числе и там особую среду. И, я так понимаю, какие-то там чуть ли не штрафы предусмотрены, да, ну, пока, по крайней мере, в проекте то, что обсуждается. Вот, то есть это всё здорово. Но самое главное, чтобы этот закон предусматривал необходимость, обязанности, возможно, финансирование, возможно, какие-то программы по обучению взрослых, да, как помочь детям, как увидеть вот начало процесса, что делать, если, ну, как бы, вот вы поняли, что вот такое происходит в вашем классе, да, педагог или наставник или воспитатель, кто вот задействован, да, обучить грамотно психологическую службу школ, которая ещё и есть, да, не везде у нас, да, поэтому это такой большой процесс, и если мы начнём просто со штрафов, ну, как бы, результат будет нулевой. Ну, и вернёмся к вопросу, как победить депрессивное состояние. Впереди нас ждут отличные тёплые выходные, можно пойти в парк, к примеру, юбилейный, где посетителей становится всё больше. В этом парке завершился первый этап реконструкции по федеральному проекту «Жильё и городская среда», в рамках которого потрачено более 80 миллионов рублей. О глобальных переменах и о том, чего парку по-прежнему не хватает в нашем сюжете. Новая асфальтированная дорожка, лавки и урны. В самом большом парке Барнаула юбилейном позитивные и долгожданные перемены. С конца 90-х парк был фактически в заброшенном состоянии. Гулять и даже просто проходить здесь было опасно. Зато сегодня гуляющих немало. Реновация зелёной территории стала возможна благодаря федеральному проекту. Правда, восстановить парка – это больше 50 гектаров за год практически нереально. Работу распланировали на 4 года. В ходе первого этапа благоустроили главную аллею. Горожане итоги уже оценили. Когда забросили, много разных пугающих историй. А вот недавно я приходила сюда днём, и здесь прям очень много народу было. Я подумала, что было какое-то мероприятие даже. Сейчас люди сюда очень много ездят, центров ездят, гуляют. На выходных тут ужас, что происходит. Суббота, воскресенье здесь всё забито. Есть изменения и для местных обитателей. Вот, например, у белок вместо старых разрушенных кормушек появился новый дом. Так местные жители, два молодых человека, сами предложили поставить новую кормушку. Это оказалось не просто кормушка, а целый дворец. И буквально за пару дней она наполнилась таким количеством еды, что, мне кажется, белкам за всю зиму не растащить. И пока в юбилейном снова расцветает жизнь, хозяина территории всё ещё не определили. Пока что за порядком здесь следят общественники. Некоторые обязательства взяла на себя городская власть. Но много ещё зависит от самих горожан, ради которых здесь всё это и делается. Наглядно. Видимо, другой урны для этого мусора здесь не нашлось. По старой привычке заезжают в парк и автомобилисты прямо на прогулочную часть. Хотя специально для них на въезде установили запрещающие знаки. Мы, как общественники, проводим иногда рейды, фотографируем этих водителей. Чтобы наладить схему взаимодействия с ГИБДД. То есть отправить обращение и уже посмотреть, как к ним будет применяться со стороны закона наказания. А вместе с тем, говорят общественники, работ в парке ещё немало. Так, к концу месяца должно появиться освещение. На следующих этапах, а это уже в будущем году, разграничат движение пешеходов и велосипедистов. Будут разработаны спортивные маршруты, пешеходные и веломаршруты, которые не будут пересекаться друг с другом. То есть велосипедисты отдельно будут и спортсмены, и пешеходы также отдельно. Важный пункт благоустройства парка – наличие уличных туалетов. В проекте они обозначены, а ещё площадки для выгула собак, арт-объекты и смотровая вышка. И это уже на следующих этапах реконструкции юбилейного. Анна Рашегирова, Дмитрий Денисов. День с толком. У меня на этом всё. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните, если готовы поделиться актуальными и интересными новостями. Добра и мира всем. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok